Викторианская Англия Сегодня мы с вами говорим об Английской империи Итак, перед нами небольшая генеалогия С правителями Великобритании Давайте посмотрим, что здесь происходит Итак, если мы немножечко восстановим предыдущее событие Может быть, надо начать с борьбы парламента и короля Которая закончилась в Англии победой парламента Принятием Беля о правах Беля о правах парламент вручил Вильгельму Третьему Аранскому Предшественнику всех лиц, которые у нас сейчас на экране Беля о правах покончил с абсолютизмом в Англии Совершенно окончательно В стране установилась парламентская монархия То есть монархия, ограниченная законом и парламентом После смерти бездетных Вильгельма Третьего и его жены Английская корона переходит к знаменитой Анне Стюарт При которой произошло очень важное событие Оно довольно любопытное В 1707 году парламент узаконил унию Уния – это документ, который объединяет между Англией и Шотландией То есть парламент в Шотландии распускался И Шотландия теперь посылала своих депутатов в английский парламент После объединения Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии Государство стало называться, как мы привыкли ее сейчас называть Это Великобритания Надо сказать, что королева не оставила прямых наследников И тогда, согласно принятому в 1702 году закону о престолонаследии По которому трон не могли занимать католики Парламент вручил английскую корону потомкам Якова I Стюарта Из немецкой династии Ганноверов Ганноверы являлись протестантами и занимали английский трон весь XVIII и XIX век Первым английским королем из династии Ганноверов Вот они все перед вами Стал Георг I Георг I именно при нем и при его сыне Георге II сложился порядок, когда исполнительная власть перешла к кабинету министров Состав которого определял сам король Надо сказать, что Георг I был немцем И по-английски он не говорил Вообще проблемы Англии его не волновали Он не вмешивался в дела государства Он вообще говорил, пусть управляют министры Вообще король скучал по родному Ганноверу Часто ездил туда Министрам это только было на руку К этому времени в Англии сложилась существующая поныне система политических партий Мы сейчас перейдем на другой слайд, а потом вернемся опять к династии Ганноверов Но для начала давайте посмотрим фото Две партии, вот они перед вами Знаменитые Тори, знаменитые Виги Давайте посмотрим, чем они различались Тори отстаивали нерушимость королевских прав Сохранение старых традиций Существующего порядка К этой партии принадлежали крупные лендлорды Англиканское духовенство Виги защищали права парламента И выступали за реформы К этой партии принадлежали богатейшие землевладельцы Но вы видите, что Тори это будущие консерваторы Виги это будущие либералы По установившемуся порядку Король или королева Вот король или королева Назначал министров из партии Которые получило большинство В парламенте И лидер этой партии Либо это Тори, либо это Виги Становился первым министром То есть в руках кабинета министров И особенно его главы премьер-министра Сосредотачивалась таким образом Огромная власть Ответственность кабинета министров Была не перед самим королем А перед парламентом Ну вот поэтому монархию мы называем ограниченной Если партия теряла поддержку большинства в парламенте Она лишалась права на власть И правительство подавало в отставку При Георгии Первом Давайте теперь мы вернемся к нашей генеалогической схеме При Георгии Первом и Георгии Втором Правящей партией являлись Виги Тори не пользовались таким влиянием в стране Почему? Потому что многие из них симпатизировали старой династию Стюартов Кроме того, партия Вигов была богаче А свое влияние и богатство Они, естественно, использовали на парламентских выборах Ну, где вы видели честные выборы Английский парламент в XVIII веке состоял также из двух палат Палаты лордов, где места переходили по наследству И палаты общин, депутаты которой избирались Правым голосом тогда пользовались далеко не все 250 тысяч мужчин могли голосовать А всего, всего населения в Англии тогда было около 5,5 миллионов Но и то, это население, которое владело крупноземельной собственностью То есть в стране господствовал довольно неровный порядок избирательной кампании С тех пор многие старинные города в Англии пришли в упадок И некоторые местечки обезлюдили Вот эти обезлюдившие местечки, которые фактически никак не могли принимать участие в выборах В Англии назывались некрасиво гнилые местечки В одном таком местечке оставалось пять жителей Но они по-прежнему посылали своих депутатов в парламент Мелкие города с избирательным правом полностью зависели от лендлордов На чьей земле они стояли Конечно же, богатые Виги часто распроезжались гнилыми местечками Но опять же, смотрите, как там неровно была сделана избирательная кампания Приведу пример Лондон с населением в 500 тысяч человек мог послать в парламент только четырех депутатов А Манчестер, который вырос в крупный промышленный центр Вообще такого права не имел Создавшееся положение, конечно же, позволяло богатейшим лендлордам проводить палату нужных людей В результате власть в Англии находилась в руках землевладельцев аристократов, банкиров И все же властям приходилось считаться с общественным мнением Даже не имеющий права голоса житель Англии Имел право подать в парламент прошение, петицию Обратиться в газеты, пользуясь законом о свободе печати Он мог критиковать парламент, критиковать правительство И в условиях, когда Тори и Виги боролись между собой Все-таки общественным мнением приходилось дорожить Но вернемся к нашей династии Итак, Георг Третий О Георге Третьем мы будем говорить Он нас не особо-то будет интересовать Потому что Георг Третий был, к сожалению, больным человеком Страдая психическим расстройством Он очень рано ушел от политических дел И всю свою власть он передал своему сыну Георгу Четвертому Король Великобритании и Ганновера Из Ганноверской династии Фактически возглавлял страну при своем отце с рубежа веков Когда обострилась болезнь его отца Еще в 1811 году Георг Третий был признан недееспособным И, конечно же, старший сын был провозглашен принцем-регентом Период с 1811 по 1820 год Иногда можно встретить в учебниках такое название Это эпоха регенства То есть, конечно же, государством правил в основном Георг Четвертый Вильгельм Четвертый, сын Георга Третьего, второй сын Предпоследний монарх Ганноверской династии Мы о них будем говорить И Виктория, Александрина Виктория Королева Соединенного Королевства Великобритании И Ирландии Последний представитель Ганноверской династии на троне Великобритании Вот мы с вами сделали обзор династии английской И давайте мы продолжать рассмотреть с вами дальше Итак, Георг Третий Еще раз повторю, сторонник абсолютизма Человек, который пытался править и во время жизни своего отца Вы видите, что Викский кабинет его поддерживает до 1770 года Но на политическую арену выходит его младший сын Уильям Питт-старший Уильям Питт-старший А есть еще Уильям Питт-младший, это его сын Перед нами Уильям Питт-старший Премьер-министр Министр иностранных дел Один из руководителей Викской группировки патриотов Сторонников проведения экспансионистской внешней политики С целью захвата новых колоний Уильям Питт-старший проводил довольно реакционную политику И надо сказать, что его довольно быстро отправили в отставку Ну а теперь давайте разбираться, что с этим Что произошло Дело в том, перед нами бунт лорда Гордона Митиш Лондоне 1780 года Мы с вами уже говорили о том, что люди, которые даже не имели права голоса Все равно могли заявить о каких-то своих правах И надо сказать, что и заявляли Беспорядки, которые произошли в Лондоне в 1780 году Были направлены против так называемого акта о попистах Акт о попистах был принят в 1778 году Во время войны за независимость в Северной Америке В которой Англия, конечно же, принимала, конечно же, участие Что это был за акт о попистах? Данный документ расширял участие католиков в общественной жизни При условии принесения особой присяги Которая разрешала католикам служить в армии Приобретать земли, содержать школы То есть священников больше не преследовали Решение о смягчении положения католиков Было принято в разгар войны за независимость в Америке И цель данного решения была одна Увеличить количество призывников на войну Надо сказать, что мятежники, сторонники Гордона Были против призыва католиков в армию Они считали, что это сможет подорвать боеспособность Великобритании Но это повод На самом деле, конечно, нужно рассматривать ситуацию гораздо глубже На самом деле решение о смягчении положения католиков Было принято правительством Фредерика Норта У нас его нет на презентации Но я хочу, чтобы у вас сложилось впечатление о том Что любые мятежи – это противоречия в правительстве Мятежников поддерживал будущий премьер-министр Англии Граф Шелбренн, который стремился просто-напросто свалить правительство Норта То есть мятеж был вызван противостоянием двух сил в правительстве Хотя беспорядки получат название по имени лорда Джорджа Гордона Главы ассоциации протестантов Которая была против акта о папистах Столкновения в Лондоне начались в июне 1780 года Около 60 тысяч человек двинулись к Вестминстерскому дворцу Толпа по дороге увеличивалась, к ней примыкали люди Во главе шел Гордон, который и вручил петицию парламенту Парламент петицию отклонил Толпа вышла из-под контроля Началась драка Но толпой надо управлять Если толпой не управляют, то достаточно небольшой искрой будет драка Манифестанты стали нападать на приезжавших в парламент членов палаты лордов На следующий день погромы продолжались Была разрушена тюрьма Заключенные разбежались А на тюрьме было написано «Его величество король толпа» Действительно, бунт лорда Гордона, этот мятеж в Лондоне Это как раз показатель того, что толпа это стихийное бедствие Ей нужно управлять И, конечно же, беспорядки в следующие дни продолжились Почему, собственно, не подавили? Ну, во-первых, с XVI века в Англии не было опыта подавления вот таких массовых восстаний Нерешительность короля Георга III из-за душевной болезни И лишь на пятый день, когда восставшие, извините, попытались захватить банк Англии Мятеж наконец-то был подавлен Чуть позже из Америки пришло сообщение Что английская армия взяла Чарльстон А это несколько разрядило обстановку То есть, как бы, новых солдатах Извините, католиков Никто там заинтересован уже не был Вот что, почему мы обращаем внимание на этот все-таки бунт лорда Гордона Ну, что, мало, что ли, мятежей было? Ну, много было Дело в том, что бунт Гордона оценивается по-разному Есть версия, что вообще-то дело рук шпионов Но это не доказано, хотя шпионов в Англии было много Во-первых, сам бунт, мятеж низов вызвал беспокойство Почему? Потому что толпу боялись Но это, как бы, прелюдия революции Толпой, с одной стороны, я уже говорила Легче управлять Но подавлять движение толпы тоже очень трудно Движение толпы нанесло ущерб Репутации Великобритании Потому что в политику стали вовлекаться несознательные Неуравновешенные И даже психически нездоровые люди Плюс преступники Это всегда страшно Такой толпой управлять тяжело Но есть еще один интересный факт Почему все-таки это неорганизованное движение Во время восстания Восставшие разгромили хозяйство винодела Некоего сэра Лэнгдейла Ну, разгромили, конечно, винодел Выпили все запасы После подавления бунтов Пострадавшим католикам Государство пыталось как-то ущерб возместить Им давали суды Им давали деньги Да, католики брали И лишь винодел отказался тогда от денег И ему разрешили беспошлино Перегонять спиртные напитки в течение года Но за перегонку изготовления Крепких спиртных напитков брали пошлины Соответственно, лорд очень быстро Восстановил свой убыток И не был в обиде Но, опять же, доказательство того Что толпа, она бывает неуправляема Дальнейшее развитие ситуации в Англии Связано с именем Уильяма Питт-младшего Впервые он возглавил кабинет Когда был совсем молодым Ему было всего 24 года Он самый молодой премьер-министр За всю историю Великобритании Сторонник реформ Лидер новых Тори Обратите внимание Почему новых? Дело в том, что Тори Прекратят свое существование Как сторонники неограниченной монархии В начале 1760 года И только через два десятилетия Появятся так называемые новые Тори Под руководством уже Уильяма Питта-младшего И только потом Они станут консерваторами Сейчас еще раз повторюсь Что сторонников этого направления Консерваторами Иногда вы, может быть, слышите это Даже в новостях Иногда продолжают традиционно Называть Тори Итак, Уильям Питт-младший И его политика В 1784 году Уильям Питт-младший Провел биль Об управлении Индией Об управлении Индией Полное название Оно очень-очень длинное Я полностью его приводить вам не буду Только первую часть его Зачитая Это акт о лучшем регулировании И управлении делами Постиндской компании И британскими владениями в Индии И там продолжение следует Очень большой документ Что это означало для Англии? Была образована управляющая комиссия Президент, который фактически Де-факто Стал министром по делам Остиндской компании Это было очень выгодно Англии Потому что, да, конечно Международный престиж Экономическое положение В Великобритании возрастало Комиссия обладала властью Над всем, что касалось Гражданской, военной, доходной деятельности Компании Положения, установленные актом Оставались неизменными До конца правления Компании в Индии Естественно, что Положение страны Значительно поднялось Великобритания проводила И активную внешнюю политику Кстати, а кто из вас знает Что означает буква ВС? А то скажут какие-то там Значки непонятные Кому-то известно ВС? Нет, это не сражение ВС от латинского Версус Версус В переводе с латыни означает против Один против другого Да, против, молодец Против, конечно же Против, то есть Прусси против Голландии Турция Вот иногда на схемах ставят такие Аббревиатуру такой ВС Итак Внешняя политика Великобритании Довольно активная Англо-Голландская война 1780-1884 годов Между Великобританией и Нидерландами В результате которой В Нидерландах была ослаблена Центральная власть А британские подданные Получили возможность Свободной торговли В Голландии И участвовать в Остинской кампании Да, тоже плюсик В сторону Великобритании После окончания Руско-турецкой войны Руско-турецкая война Время отправления Екатерины II Ассоциация у нас Руско-турецкой войны Это, конечно же, Кутузов Это взятие крепости Измаил Англия Была далека от признания Того, что Турция потерпела поражение И Англия тогда напрягла все силы Чтобы создать в Европе Антирусскую коалицию Но, естественно, не без участия Уильяма Пита Да, Англия вообще была не заинтересована Чтобы Россия укрепилась в этом регионе И, надо сказать, добивалась этого Всеми путями Русско-шведская война 1788-1990-х годов При политической поддержке Великобритании, Франции и Турции Швеция объявила войну России Совершенно бесполезная война За якобы возврат Утрат в Северной войне Ни Россия тогда, ни Швеция К этой войне не были готовы И не хотели этой войны Но Швеция стала тогда страной второго порядка Она фактически заложница Этих идей великих держав Швецию к войне подталкивали Война закончится ничем Все останутся при своем Но Англия тогда, еще раз повторю Очень хотела всячески попытаться Ослабить Россию И в этом регионе в том числе То есть политика Англии была довольно активная Итак, давайте мы еще раз повторим О том, как у нас выбирался парламент Несмотря на то, что Англия Стала конституционной монархией И реальная власть принадлежала парламенту Избирательная система Она перед вами Естественно, она давно устарела И новые индустриальные центры Но опять же, повторюсь Такие, как Бирмингем Вообще были лишены представительства Не имели права голоса не только рабочие Рабочих вообще туда не пускали Но даже значительная часть промышленной буржуазии И если такие вот цифры привести С почти 20-ти миллионного населения Англии Смотрите, как оно увеличилось С присоединением территорий На 1815 год Права голоса имели примерно 400 тысяч человек В 1932 году вы видите, что и того меньше Естественно, в стране росло движение За всеобщее избирательное право Понятно было, что люди были недовольны Проходили митинги Митинги разгоняли Проходили акции по удалению гнилых местечек Вот перед вами, кстати, карикатура Карикатура того времени Ликвидация гнилых местечек То есть, да, действительно, все-таки Англичане такой народ Они хотели, конечно же, хотели, конечно же, все-таки Принимать участие в формировании своего правительства Не было без кровавых расправ В августе 1819 года в Манчестере Во время митинга за избирательные права Войска разогнали участников Тогда погибло 11 человек Митинг проходил на поле Святого Петра И в его разгоне участвовал полк Который принимал участие в битве при Ватерлоу Мы с вами говорили про эту битву во Франции В народе эту трагедию тогда назвали Битва при Питерлоу Ну, потому что на площади Святого Петра Да, народные восстания были Митинги были И чтобы не допустить революционного взрыва Власти в последующие годы пойдут на ряд уступок В 1825 году власти отменят запрет на создание рабочих союзов И в Англии впервые будут создаваться профессиональные союзы Которые будут называться Трэд Юниоры Об этом мы еще скажем Да, вот перед вами как раз направители этого времени Георг IV и Вильгерем IV Еще раз мы возвращаемся и не забываем Какая династия в это время правит Итак Итак Да, действительно Действительно Беспорядки росли Беспорядки росли Особенно сильно движение за избирательную реформу Развернулось в 20-е годы В союзе с рабочими выступала и промышленная буржуазия Возглавляет движение, пришедшее в 1830 году к власти партии Вигов Мы об этом еще раз с вами чуть позже скажем И надо сказать, что действительно Действительно Что-то там было достигнуто На какой-то уступки пошли Немножко снизили хлебные пошлины Был принят били об эмансипации католиков Но этого было мало Самые главные проблемы, связанные с избирательными правами Решены не были Несмотря на то, что гнилые местечки также были ликвидированы Естественно, несколько были увеличены места для представителей от городов Но обратите внимание В городах имущественный ценз, который бы допускал участие в выборах Повышался 10 В графствах он тоже повысился до 10 То есть мы опять переходим к выводу Что участвовать в избирательной кампании У нас, к сожалению, могут только представители высших слоев населения Итак, а на самом деле, конечно же, основная проблема решена не было Несмотря на то, что, естественно, гнилые местечки были несколько уничтожены Все-таки высокий имущественный ценз сохранялся Тайного голосования не было Вместо ожидаемых от реформ и улучшений Бедняки получили от парламента так называемые работные дома Ну, надо было решать как-то рабочий вопрос Рабочий день, конечно, зашкаливал 15-18 часов в сутки – это очень много Зарплата невысокая Плохие условия труда Вы видите перед вами карикатура Где, ну, фактически, да, ребенок Да, маленький человек стоит перед хозяином Естественно, все это приводило к вспышкам различных болезней Туберкулез, ТИФ Появлялись безработные В 1834 году был издан этот ужасный указ Я сейчас расскажу, что такое работные дома Так называемый закон о бедных В 1834 году вышел в Англию Этот закон разрешал оказывать благотворительную помощь на дому Только старым и больным Всех остальных нуждающихся отправляли в так называемые работные дома Что это такое? Ну, ужасные условия жизни Скудная еда, изнурительный труд Заставляли дробить камни, расплетать канаты В работных домах жен могли разлучить с мужьями, детей с родителями Покидать работные дома не разрешалось Все это было похоже на тюремное заключение Многие бедняки предпочитали голод жизни в работных домах Мысль о том, что представители в парламенте смогут что-то изменить Не покидала малоимущие слои населения Жизнь рабочих и вот этих неимущих слоев населения была настолько тяжелой И на уступки идти не хотели Что они решили продолжать движение за реформой А тут еще и ситуация Ситуация связана с кризисом перепроизводства Итак, великое предательство вчерашних союзников Оставляло только одно Бороться самостоятельно В июне 1936 года по инициативе Уильяма Лавета Была основана Лондонская ассоциация рабочих А сам он стал ее секретарем Итак, перед вами Уильям Лавет Родом из небольшой рыбацкой деревушки Родился он в Корнуолле В юности он уехал в Лондон Стал столером Ну, то есть вот такой человек, который из народа Он активно занимался самообразованием Посещал лекции в Лондонском университете Вообще Лавет, надо сказать Может быть, образец даже для нас Потому что он очень большое значение придавал образованию И он говорил, что только образованность Может привести человека к независимости Лавет никогда не выступал против частной собственности Он считал ее не помехой общему благу Но говорил о том, что частная собственность Должна быть такая средненькая Не должна быть крупная собственность В 1838 году Ассоциация, созданная под эгидой Лавет Опубликовала программу Которая называется Народная хартия Хартия по-английски Произносится как чартер Отсюда и термин чертисты То есть сторонники хартии Мы сейчас поговорим с вами О чертистском движении Хартия состояла из шести пунктов Первое, всеобщее избирательное право Для мужчин с 21 года Равные избирательные округа Переизбрание ежегодное членов парламента Оплата членов парламента Тайное голосование Ну и наверное самое главное Отмена имущественного ценза Политическая власть – наше средство Социальное благоденствие – наша цель Так говорили чертисты Чертисты рассуждали так Если мы добьемся всеобщего Избирательного права То власть окажется в наших руках Программа была опубликована В 1838 году Но по своему составу Чертистское движение К сожалению не было однородным В него входили рабочие Мелкая буржуазия И в 1839 году происходит раскол Между сторонниками моральной силы Которые признавали только Конституционные методы борьбы И сторонниками физической силы Которые не исключали Применение насилия То есть вот внутри самого движения Раскол соответственно ничего и не получилось Несмотря на то, что по всей стране Чертисты развернули агитацию за хартию Энтузиазм их был так велик Что мало конечно кто сомневался в их успехе Но первый подъем чертистского движения Закончился в 1839 году Когда в Лондоне собрался Национальный конвент чертистов Расходы Тогда были Хоть как-то оплачены Потому что все-таки Это был конвент Где присутствовали Многие представители Но к сожалению К сожалению Петиция Которую конвент отправил в парламент Была отклонена Чертистский конвент в 1939 году Будет распущен То есть первый этап Борьбы чертистов Потерпел неудачу И перед нами Еще один представитель этого направления Это Фергюс О'Конор Он родился в Ирландии Вообще он родословный От последнего ирландского короля отпрыск Конор Чем он у нас знаменит Дело в том, что Конор Помимо агитации Остной Еще и Организовал газету Северная звезда Тираж газеты Был довольно большим Вообще газета Северная звезда Станет таким боевым Кличем Чертистского движения Его Конор Станет во главе Этого движения Его даже будут называть Львом свободы Конор был довольно Чистолюбив Он выдвигал лозунги Хорошая зарплата За хороший труд Справедливо Был сторонником того Чтобы рабочим давали землю Он был автором Новой петиции Новой петиции В апреле 1842 года После нового кризиса В производстве Когда Начинаются новые Восстания Ну уже под эгидой Конора Будет составлена Новая петиция К сожалению Парламент С силой своей власти Опять отвергнет Эту петицию В ответ Прокатится Всеобщая стачка Надо сказать Что вот небольшие Такие интересные цифры Если первая петиция Была составлена И там подписались На довольно незначительное Количество Сторонников То Вот под петицией Конора Подписалось Уже более Трех миллионов Человек И все равно Петиция будет Отклонена После отклонения Начнется Всеобщая стачка Вообще Сороковые годы В Англии Называют Годами Вот этими Десятилетия Которые называют Голодными Сороковыми Нужда в фабричных Районах Тогда Превышает Нужду прежних лет Действительно Не хватает Не хватает Даже производства Весной 1848 года В Лондоне Прокатятся Митинги Теперь Под петиции Подпишутся 6 миллионов Человек Но Она также Будет Отклонена Несмотря На Безуспешные Попытки Что-то Сделать Чертистское движение Все-таки Имело Своё Значение Правительство Пошло На Некие Уступки Сократили Рабочий день Ограничили Эксплуатацию Детского И женского Труда Повысили Заработную Плату Был Отменен Имущественный Ценс Для депутатов Парламента Введено Тайное Голосование То есть На какие-то Уступки Все-таки Все-таки Правительство Пошло Чертистское движение Не осталось Без Внимания А Великобритания Включая Входит Во время Величия Процветания Называемая Викторианской Эпохой Перед вами Королева Виктория Это она Молодости Это она Уже Не в молодости Это ее Муж В эти годы Возникают Такие термины Как Викторианская Англия Викторианская Эпоха Викторианская Мораль В это время Англия Становится Мастерской Мира Создает Свою Колониальную Империю И в это же Время Мы с вами Как-то уже Говорили О Бенджамине Дизраэли Англия Конечно же Конечно же Пытается Навести порядок И в политическом Движении В 60-е годы По всей Стране Разворачиваются Движения Политиков И наиболее Выдающимся Политикам В рядах Консервативной Партии Становится Бенджамин Дизраэли В либеральной Партии Выдвигаются Лорды Пальмерсон И Гланстон Мы о них поговорим И надо сказать Что в первой Половине 19 века Власть Практически В Англии Находилась В руках Либерала Дизраэли Прекрасно Понимал Что он Сможет Укрепить Позиции Своей Партии Только в том Случае Если Консерваторы Получат Поддержку Значительных Слоев Населения И надо Сказать Что это Было Небезуспешно К середине 19 века Благодаря Беджамину Дизраэли В Англии Появится Настоящее Гражданское Общество Сословные Привилегии Уже Потеряют Своё Значение На первое Место Встанут Такие Ценности Как Свобода Естественные Свободы Отдельной Личности И Именно Дизраэли Будет Разрабатывать Свою Идею Создать Классовую Гармонию Для того Чтобы В Англии Поцарился Порядок Да Я вам уже сказала Что именно В это время Англия Становится Мастерской Мастерской По Производству И тяжелых По развитию Вернее тяжелых Отраслей Промышленности Железные Английские Железные Дороги Будут Развиваться С применением Впервые Стальных Рельсов На которые Будут Пускать Тяжелые Составы Кстати Половина Железных Дорог Будет Принадлежать Железнодорожному Королю Джеймсу Гудзону Вы видите Сеть Железных Дорог Великобритании Да На английских Верфях Будут Строиться Огромные Пароходы В 1852 Будет Спущен Агаменон Первый в мире Паровое Судно С винтовым Двигателем Быстро Будут Ткацкое Производство А в 1851 Году В Лондонском Хрустальном Дворце Откроется Всемирная Промышленная Выставка Великая Выставка Так называли Ее Англичане Принесет Стране Блестящий Успех Тысячи Фирм Из десятков Стран Привезли Образцы Своих Товаров Но больше Всего Конечно же Зрители Собирались У Стендов Англии Здесь были Макеты Мостов Портовых Сооружений Модели Судов Хлопкопредельные Машины Действующие Телеграфные Аппараты Выставка Открывала Начало Золотого Века В развитии Индустриальной Англии Выставка Условно Завершает Промышленный Переворот Когда страна Не будет иметь Серьезных Соперников Ни в промышленности Ни в торговле Она станет Мастерской Мира Мировым Извозчиком Мировым Банкиром Да Действительно Великобритания Будет переживать Свой Подъем Но Но Конечно же Конечно же Великобритания Не только Будет Вести Политику Внутреннюю Как говорили Английские Дипломаты У нас Нет Ни вечных Союзников Ни постоянных Друзей Но Вечно И Постоянны Наши Интересы И Защищать Их Наш Долг Так Определил Принципы Внешней Политики Внешней Политики Англии Дипломат И Либерал Генри Джордж Пальмерстон Да Действительно Английские Дипломаты Проводили Традиционный Для Внешней Политики Англии Курс Направленный На Сохранение Равновесия В Европе Англия Противодействовала Возвышению То Франции То Россию Мы с вами Об этом Видели Что Позволяло Британии Править Морями Сохранять Своё Торговое Первенство Сохранять Колониальное Владычество Но я вам уже говорила Что с тревогой Англия Смотрела На рост Могущества России И Когда Пальмерстон Станет Премьер-министром А это Произойдёт В разгар Крымской Войны Он Приложит Все усилия К тому Чтобы В союзе С Францией Поддержать Турцию И нанести Поражение России Видя В лице Франции Своего Соперника И На Лидерство В Европе Англия Ну вот не зря Я вам поговорку Привела Стала Поддерживать Италию В борьбе Против Императора Наполеона Третьего То есть Внешняя Политика Англии Конечно Отвечала Только Её интересам И Естественно Что Внешняя Политика Англии Носила Сугубо Колониальный Характер К середине 19 века Англия Станет Огромной Колониальной Империи Важнейшей Частью Колонии Является Индия А в Индии Население 300 миллионов Человек В 1841 году Лорд Пальмерстан Будучи Министром Иностранных Дел Развяжет Войну Против Китая Чтобы Заставить Его Открыть Порты Для Английских Судов Английские Войска Будут Вести Захватнические Войны В Иране В Афганистане В 1852 Году Англия Захватит Южную Бирму Затем Установит Свою Власть Во всей Малайи В 60-х годах Колониальные Захваты Распространятся На Западную Африку 50-60-е Годы Колонизация Австралии Новой Зеландии Освоение Канады Здесь Колонизаторы Безжалостно Истребляли Коренное Население Выселяли Его На малопригодные Земли И выживали Там Конечно Немногие Канада И Австралия Кстати Являются Примером Переселенческих Колоний С преобладанием Белого Населения Переселенцы Из Англии И Ирландии Осваивали Новые Земли Становились Покупателями Английских Фабричных Товаров Способствовали Развитию Индустриального Общества Немножечко Про Австралию Вам скажу К середине 19 века В Австралии Обнаружили Богатейшие Золотые Росыпи И тогда Там Начинается Борьба За добычу Золота Да Колониальная Политика Англии Конечно Имела Большое Значение Колонии Служили Для Англии Источником Сырья Родовольствия Туда Уезжали Те У кого Не было Работы На родине А это Делало Политику В метрополии Более Спокойной Потому что Ведущие Места Конечно Занимали Англичане Но Англичане Гордились Тем Что Созданной Имя Империи Никогда Не заходит Солнце Что это Означало Это Означало Что Они Распространили Свою Колониальную Политику На Довольно Большую Территорию Итак Происходит Эволюция Парламента Еще раз Давайте Повторим Тори Становятся Консервативной Партией Виги Становятся Партией Либеральной Про Беджамина Дезрели Мы с вами Уже Говорили Но Есть Еще Один Представитель Это Правительство Уильяма Гладстона Сформированное В 1867 Году Проведенная Ими Реформа Направленная На Демократизацию Страны Вы видите Результат Перед вами Была Отменена Во-первых Были уничтожены Гнилые Местечки То Что Вызывало Беспокойство Было Введено Тайное Голосование И Избирательное Право Было Предоставлено Всем Владельцам И Съемщикам Домов Кабинет Министров Теперь Несоответственность Только Перед Парламентом Историки Считают Что Именно В начале Викторианской Эпохи Вот именно С Уильяма Гладстона Начинается Законченный Парламентский Режим Главным Признаком Которого Является Признание Принципа Ответственности Кабинета Министров Перед Парламентом То есть Мы можем Сделать Вывод Что Вот Британская Империя Вы видите Какая она Перед вами Довольно-таки Большая Действительно Выходит На В начале 19 века На свой Процесс Модернизации Но Процесс Модернизации Проходит В обстановке Острых Социальных Конфликтов Правящие Круги Все чаще Обращаются К проведению Политических Ассоциальных Реформ Да Реформа Это метод Разрешения Противоречий Но Англия Использует Еще свое Международное Положение Находится Англия На перекрестке Морских Путей Имеет Свои Природные Богатства Передовую Технику Квалифицированный Рабочий Труд Англия Становится Мастерской Мира И достигает Господства На мировом Рынке Ну и Еще раз Повторю Что в середине 19 века Страна Является Самой Богатой Среди Европейских Государств Британской Империи И называет Себя Страной В которой Никогда Не заходило Солнце А что Польша Ну о Польше Мы поговорим Чуть позже Польша Это Европа И Польша Не обладала Такими Колониями Как обладала Англия Кстати Еще один Интересный Момент Про колонии Были Колониями Колонии Называют Еще доминионами Были Так называемые Белые Доминионы И Были просто доминионы Вот я сегодня Вам сказала Что Белые доминионы Это как раз Те доминионы В которых Правление Принадлежало Избранным Властям Ну как Вам известно Канада До сих пор Является Чем Ну как Таким Пережитком Доминиона Потому что У нас Английская королева Она королева И Канада В том числе Вот Поэтому Польша Конечно Государство Тоже очень Интересное Мы будем О нем Говорить Чуть позже Как оно Чувствовалось В 19 Веке Но Польша Не достигнет Конечно Такой Колониальной Политики Как Великобритания Хотя Можно Сравнить Да Все равно Зависит От масштабов Зависит От масштабов Зависит От Деятельности Правительства Так На этом Мы с вами Заканчиваем Всем Большое Спасибо За внимание Встретимся В следующую Субботу И продолжим С вами Изучать Знаменательный И безумный 19 Век Всем До свидания Продолжение следует